Как вымолить прощение у Бога? Как вымолить прощение у Бога? Нам достаточно подробно и точно на любых языках расскажут, что такое градация греха и в чем именно таком вы согрешили, что вам надо именно вымолить у Бога прощение. Я думаю, что первым условием является наша вера. Первым условием является наша вера. Если есть вера, то нам все возможно. Вторым условием является понимание того, что именно мы сотворили и в каком именно качестве, в каком именно состоянии, в какой именно период нашей жизни это произошло. Потому что какой-нибудь аскет, живущий в пустыне, сознательно ему принесли шоколадную конфету. Вот он ее съел. И может быть даже из-за человеколюбия, чтобы не обидеть тех, кто принес ему этот дар. А потом год поститься. Потому что для себя в том состоянии, в котором он находится, он совершил тяжелое преступление. А кто-то режет всех подряд людей, как свиней без разбора какой-нибудь, да, садист или сумасшедший, или какой-нибудь завоевавшийся там вояка, или убийца серийный, или киллер. И даже не чувствует вообще никакого угрызения совести. А потом, если Господь его призывает, приходит в ужас от того, что он делал. Вот. И в том состоянии, в котором он находится, не чувствует ничего. Да и что про киллеров? Вот мы с вами съедим шоколадную конфету. Вот. И что, мы будем себя чувствовать смертно согрешившими? Да нет, конечно. Вот. Поэтому важны обстоятельства, состояние, совет церкви. Вот. Потому что мы иногда склонны преувеличивать по гордыне, опять-таки, свои грехи. Мы съели конфету, а думаем, что мы взорвали весь земной шар. Вот. Это не так. Вот. Поэтому вера, размышления и опыт. Вот. И не наш с вами опыт того, как мы раньше больше грешили, потом стали меньше грешить. Мы всегда можем вернуться, поверьте, к еще более худшим грехам, чем мы имели раньше, пока мы не узнали Бога. И отцы говорят о том, что если ты думаешь, что ты не пойдешь, то ты точно пойдешь. Поэтому мы всегда, как говорит Писание, блюдите, как опасно ходите. Да. Смотрите. Потому что дни лукавые. Вот. Утром тебе кажется, что ты свят, а через пять минут ты уже валяешься в грязи. И наоборот бывает тоже, слава Богу. Вот. Ну, да. Да. Вот. Значит, вера, размышления и вот это упование, понимание глубокое того, что есть грех. И грех и совет с более опытными людьми, которых вы обязательно найдете в церкви, если будете, конечно, хорошо искать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok